Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я не буду его читать, он достаточно объемный. Суть его сводится к тому, что женщина живет в гражданском браке с мужчиной. Вот, у мужчины и у женщины это вторые отношения, вторые брака, ну, как бы вторые отношения. У женщин ребенок от первого брака, у мужчины, соответственно, ребенка нет. Мужчины травмирующие отношения со своей супругой, она ему изменяла. Вот, а у женщины тоже достаточно болезненное расставание с мужем. Ребенок болезненно отреагировал на расставание с папой. Вот, и, соответственно, какую историю рассказывает женщина. Она рассказывает историю, что вначале были трудности, значит, в общении были ссоры, вот. Но был, как говорит женщина, высокий квантум доверия у нее к мужу, но были ссоры. Вот. А потом она узнала, что ее мужчина переписывается с другой женщиной с флиртом и всеми делами. И после этого начались подозрения, да, после этого начались, значит, переживания женщины. В данном случае относительно того, что, ну, вот, как бы, да, что муж ей изменяет. Тогда. Вот. Знаете, во всей этой ситуации, которую вы описываете, есть несколько моментов ключевых. Первое – это ваш невер на себе. Вот. Второе, второе – это подозрения. Не смотря на то, что вы вроде как говорите, что вашего мужа с вами все устраивает. Вот. Это говорите вроде как. Но в то же время вы не можете не думать об этом, что он вам может изменять. Ну, да, если вам изменять, его что-то не устраивает. Вот. Его что-то не устраивает. Потому что измена – это следствие всегда каких-то проблем в отношениях. Вот. Соответственно. Я думаю, что в какой-то степени, в какой-то степени, то, что вы описываете, связано с тем, что вы сознательно или полу-бессознательно можете игнорировать то, что важно вашему мужчине. Вот. И это подозрение может приводить вас к мыслу на безмену. Его. Вот. А дальше как бы причины ссор. То есть как бы ссор – это вот вы вроде бы… вроде бы вы говорите, да, что… у вас квантум доверие высокий к вашему мужчине был, но при этом ссорились часто. Ссоры, как ни парадоксиально, это страх близости. И, соответственно, если мы говорим о страхе близости, то это, как раз-таки, проблема с доверием. Поэтому мне кажется, что вы в какой-то степени обманывались, когда говорили, что у вас был высокий квантум доверие. Я думаю, что тогда это было не только про доверие, сколько про то, что мужчина соответствовал вашему ожиданию. Вот. Я думаю, больше про это. А потом он вашим ожиданиям перестал как бы соответствовать. и вы начали данный аспект рассматривать как именно проявление недоверия. Дальше, не очень понятно, значит, если муж вам предложил поработать с психологом, то почему вы, как вы говорите, работали долго, а он нет? Не совсем понятно, по какой причине вы говорите, что я выводы из предыдущего брака сделал, а он нет. То есть получается, что вы здесь своего мужа обвиняете по сути в том, что происходит. Хотя по факту ситуация такова, что именно вы на данный момент испытываете переживания относительно того, что вам изменит. Ну а традиционно страх измена, значит, страх одиночества, а низкая самооценка, вот. Это традиционно. А низкая самооценка, вот. И неверно себя. Вот. С результатом того, что ваше сообщение достаточно длинное, где вы пытаетесь какие-то вещи объяснять, я полагаю, что подобное может быть связано с тем, что вы достаточно, ну достаточно много рационализируете. Вот. Менее полагают на свои чувства, а вот что касается чувств, да, когда вот приходит время проявить свои чувства, да, они у вас проявляются только вот достаточно сильные. Достаточно сильные проявляются чувства, а достаточно слабые чувства вы как-то вот не замечаете. Вот. Вот это такой вот момент, как мне кажется. Момент достаточно важен. А, значит, вопрос, что делать, чтобы что? Вот туда, да, вот вы пишете, вот. Сейчас. Смотрим, еще раз. Значит, либо уйти... А, так, я хочу как-то избавиться от этой проблеми, сохранить для меня, быть счастливым. А, значит, либо уйти от него, но мне очень тяжело, потому что я его люблю. Ммм... А как вы чувствуете от любовь, как вы это любовь проявляете? Вот. А, ну, что мне делать? Ну, если проблема, ваш страх изменит, то именно с этим страхом нужно работать. Это первое. И второе. И второе. Работать над взаимодействием с вашим мужчиной. Но, хочется обратить внимание, что это не ваш муж. Вы живете в сожителе. Вы сожительствуете с человеком. И от своего сожителя, по факту, вот, вы требуете, как бы, ну, чтобы он вел себя так, как будто он ваш муж. Вот. Но не ваш муж. Понимаете, какая штука? Здесь вы, вот, на мой взгляд, можете, ну, вот, в какой-то степени обманываться. Вот. Я думаю, что есть причины, по которым вы до сих пор не поменялись. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я вас узнаю. Я, как бы, не буду говорить имен. Вот. Я вас узнаю. И я знаю, кто вы. Вот. Мы с вами общались. И вот, к сожалению, я могу сказать, что, ну, вот. Вы упомянули, что, вы упомянули, что долго работали с психологом. И я хотел бы сказать, в контексте нашего с вами взаимодействия, что вы обращались достаточно редко. Нет. Это было не постоянно. Вот. И, как бы, ключевая проблема, это невнимательность к своей эмоциональности и слабое замечание своих чувств, так скажем, да, на низком уровне. Нет. Нет. Проблема, как бы, никуда, ну, она не решала. То есть она решалась, но очень постепенно. Вот. Поэтому то, что вы сейчас делаете, по обращенному счету, вы играете в определенную игру. И эта игра, она про то, что вот, что у меня есть проблема, я не хочу ее, я, как бы, ее не решаю, но вот у меня бы появилась другая проблема, и я буду думать, как мне решить эту другую проблему. Вот. Ну, к сожалению, так вы ничего не добьетесь. Вот. На этом все. Теперь уже точно. Удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, вам она необходима. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...